Дамы и господа С молодым спортсменом В принципе, почему бы и нет, мы уже конкурируем Ну, в любом случае, скорость уже не та Как вот было, да, в молодости Нагрузки сказываются в любом случае Ну, в принципе, неплохую форму Держу для себя, потому что ежедневные тренировки Дают свои ходы Это моя жизнь, я ее выбрал Вот свою программу, и работаю И занимаюсь тем, что мне нравится Меня зовут Луан Дуарте Я из Бразилии, из города Рио-де-Жанейро Я считаю себя сильным спортсменом Мои достоинства, это муай-тай и грэппли Я давно в этом деле 11 раз я укладывал своих соперников спать Поэтому я уверен в своей победе Конечно, Алексей сильный боец Посмотрите на меня Я настоящая горилла Я покажу, кто здесь главный Для кого-то может быть я пример Для кого-то может быть не пример, да Многие говорят, завязываются в спорте В первую очередь, я для себя испытания провожу Я тестирую на себе, что я могу сделать Если это идет какой-то положительный результат Почему бы и нет? Это можно будет отнести к тому, чтобы людям Показать своим примером То, что в принципе можно всех держать в хорошей форме А в 40 лет это не возраст, не пенсионный У меня огромный опыт Я живу боями После победы в Хабаровске я обязательно подерусь за титул И стану чемпионом Я не вижу свою жизнь без боев Это моя страсть И в эту субботу я закончу карьеру Алексея С особым удовольствием Я сделаю все быстро и жестко Друзья, не моргайте Почему бы и нет, можно и за пояс выступить Если будет хорошее предложение Которое будет выгодно для меня Добро пожаловать в синий угол октокона Поец из Бразилии Он носит прозвище «Каменная рука» Приветствуйте! Луан Маудепетра Тухарте Начинаются выходы бойцов к главному поединку сегодняшнего турнира Алексей Кунченко против Луана Дуарте Полусредняя весовая категория Луан Дуарте на наших экранах по прозвищу «Малдо Педро» Что можно перевести как «Каменная рука» 32-летний бразилиц из места под названием «Кахоэйрас Думакакус» Что в штате Рио-де-Жанейро Представляет команду «Тата» и профессионально выступает уже с 2013 года Выиграл пять из первых шести поединков Но с 2015 дела у Луана идут не так успешно Дерется с переменным успехом При этом довольно часто В этом году для него уже четвертый поединок Всего 13 побед и 9 поражений При этом 11 побед нокаутом и ни одной приемом Что как бы намекает нам на стиль этого парня При этом два поражения нокаутом и одно приемом В общем, подавляющее большинство своих поединков Причем как в свою, так и не в свою пользу Этот парень закончил досрочно Зрелищный нокаутер из Бразилии Который сегодня проводит первый поединок в России Заходит Луан Дуарте в клетку Темная лошадка однозначно выступал в региональных бразильских промоушенах Как правило, этот парень Итак, ждем выхода Алексея Кунченко Добро пожаловать в красный угол его соперник из России По прозвищу Рособаха Алексей Кунченко А-а-а-а-а-а-а-а-а Звезда по дорогам загнись Грозы седлают коней Но над землей тихо льется покой монастырей А в лаве седых облаков Синь-соколиная Вы здесь Под покровом небес Мы родились Под покровом небес Свет оленя решит мороз Гонит добычу весь день Но Сушу держит Пусть здесь Длин деревень На белозу тропа Курка Дождь белозубой зимы Здесь В окраеме В снегов Выросли мы Нас Дождь и все мертвы Нас Днёки Мог отступать Но В наших Венах И Ты Небо Слая Уважаемые дамы и господа Наступил момент Который Вы все Так Долго ждали Лига МФП И ОПФС С гордостью Представляют Вам Главное событие вечера Трёхраундный бой За кубок губернатора Хабаровского края В полу среднем весе Главный судья Вячеслав Погелов Главный судья Судьи у клетки оценивают Плавное событие Олег Заил Максим Туров Никита Ерохин Александр Волтон Судья хранометрист Павел Уральский И с ударом гонга Рефери Кирилл Ка Дамы и господа на трибунах, миллионы фанатов смешанных единоборств во всем мире В прямом эфире с платиновой арены города Хабаровска На телеканале ОКТВ главный бой вечера международного турнира За кубок губернатора Хабаровского края Представляю вам соперников и первые бойца в синем углу Ему 32 года, рост 175 сантиметров, вес 77 и 35 сотых килограмма Его профессиональный рекорд 13 побед при 9 поражении Дамы и господа, он входит в тридцатку сильнейших бойцов Бразилии Приветствуйте из Рио-де-Жанейро Луан Мау-де-Петра Ду-Арте Работает его соперник в красном углу Бойцу 40 лет, рост 178 сантиметров, вес 77 и 25 сотых килограмма Его профессиональный рекорд 22 победы, 5 поражений Дамы и господа, бывший боец UFC Приветствуйте из Тюбелей, Россия Алексей Росовака Кунченко Вы знаете правила, внимательно слушаем мои команды По команде стоп, останавливаемся Тача глаз Начинается главный поединок совместного турнира MFP и OpenFC в Хабаровске Полусредняя весовая категория Алексей Кунченко против Луана Дуарте Погнали Итак, смотрим и не воргаем Луан Дуарте безусловно на кутер С большим именем Алексей Кунченко просто боец с куда более большим именем Он выступал в UFC и ПФЛ У нас феерит еще в период M1 Global Но, с другой стороны, 40 лет Тем не менее, последний бой против Данила Приказа показал, что Алексей Кунченко не только хорошо атакует, но и неплохо держит удар Жесткие лоу-кики навстречу Подрабатывает джебом также Алексей Пытался зайти на удобную для себя дистанцию Дуарте Джеб неплохо от Дуарте Формат поединка 3 раунда по 5 минут Правостороннюю стойку левший Раз за разом встает Луан Дуарте Ну, даже стойка такая фронтальная у него получается При этом длинные руки у бразильца Очень мощный плечевой пояс Неплохая так передней рукой вот Кунченко Очень многие из вас наверняка помнят прекрасное выступление Алексея И то, что при необходимости он очень здорово играет в длинную Хорошо работает в режиме кумулятивного панчера Это все козыри Алексея Кунченко Хотя в интервью он отметил, что, конечно, скоростные показатели немного снижаются с возрастом Но, может быть, их хватит для того, чтобы победить сегодня Дуарте Размен на средней дистанции Ну и, судя по всему, Луан Дуарте, будучи записным нокаутером Именно на такие размены намерен делать ставку Правок по корпусу хорошо чувствует дистанцию Алексей Кунченко Действительно, огромная карьера за плечами После M1 Global и в UFC успел подраться Алексей И в PFL мы за него переживали Вернувшись, несколько поединков провел в RCC И клинч, колено Итак, пытается у сетки зажаться Алексея Луан Дуарте Разворачивает его Кунченко спиной к ограде Но много кто пытался бороться с Алексеем Мало кому удавалось Но, как правило, старались действительно завязать Кунченко у сетки Затем уже пытались переводить А вот перестрелять на руках Алексея было всегда очень сложно Продолжается борьба за позицию Стомп от Дуарте Подрабатывает бразилица правым коленом Пытается взять тайские клинчи Также была попытка от Кунченко Перехватить под две ноги Не получилось Еще один стомп, неплохо При этом не хватает активности Но Кирилл Кац пока бойцов не разводит Менее двух минут Ну и даже непонятно, почему рефери не предупреждает Ну, видимо, потому что продолжается такая силовая работа Пусть она в основном в статике делалась Но все-таки вот сейчас она привела к активному продолжению этого эпизода И теперь Кунченко старается нанести максимальный ущерб Не отпускает он Луан Эдуарте Пошли об кики И пойдет ли вновь на первый этаж Алексей Кунченко Можно атаковать Подсказывают Алексею, что можно бить коленом в голову партеря По правилам МФП 60 секунд остается Раунд забирает Алексей Кунченко Пока Пытается обойти защиту Снизу Хаммерфист был неплохой от Эдуарте Кунченко необходимо быть аккуратным Пропускает еще один удар Это довольно неприятно Очень активно работает Эдуарте снизу Пытается перейти на скручивание пятки Луан Эдуарте Опираться о сетку можно Хвататься нельзя И что здесь Алексей за клетку нельзя держать Да, Алексей за клетку сейчас и не хватается Ну и здесь последние секунды Переход на ногу будет или нет Скорее всего уже ничего здесь не получится У Алана Эдуарта И начинается первый перерыв И Tulsa clips И Stairos А еще что? Барис, ты現在 кушете Транкил уже ли nog победа Транкил Впipe к regeneration Джек лоу Джек лоу Но агрессивно Транкило Вот две поды Релищно выиграть Но аккуратнее, внимательнее Он все равно кидает Разбивай его, все, можно разбить Удар не дошел И перевел Итак, второй раунд Луан Дуарда против Алексея Конченко Вновь начинает раунд Луан Дуарда в правше Потом, как мы видели В первом раунде он встал В правостороннюю стойку Но это ему не помогло И концовку раунда в борьбе забрал Алексей Ну, причем сам он оставался на ногах В борьбе На стиле находился С Эдуарда Но в данном случае В принципе Ставка на борьбу Со стороны Алексея Конченко Не выглядит как ни тут особенно Несмотря на его ударную базу Явно в партере Поинтереснее Алексей Конченко Поизобретательнее Он подстроиться не может Внимательный удар на камеру Неплохой щит был от Дуарда Двойку на сближение Правый боковой Неплохо докручивал Конченко Держи, 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 держи Минута позади Пока полет нормальный для Алексея Эдуарда Ничего особенного не предлагает Но наоборот Бразилец отдал инициативу Пятец оказывается Спиной практически вплотную к сетке Ну и вот уже удары с вращением От Конченко мы сами видим Ногами активно работает Алексей радует своих фанатов При этом не самая высокая скорость Хорошая атака левой рукой была Эдуарда выжидает Эдуарда выжидает Подождав первые минуты полторы Теперь Эдуарда решился На то, чтобы постепенно Попытаться перехватить инициативу Но ударов и вообще активности В исполнении бразильца в этом раунде Не хватает Блистательная подсечка от Алексея Кунченко Удалось ему Швырнуть соперника на настил Получилось очень эффектно И менее трех минут Остается Возможно увидим много борьбы Может быть все-таки Увидимой досрочную концовку Накрывает Алексей хороший локоть Пытается забрать спину И все-таки к сетке Переместились спортсмены Вот теперь экватор встречи И самое главное Что Кунченко работает В нужном для себя темпе Ну и вновь Подсказывают угловые Алексею Что можно бить в этой позиции коленями в голову Эту технику безусловно Нужно использовать Особенно в данном положении Когда соперника подставляется Вновь попытка выхода на болевой В исполнении Эдуарта И вырывается Алексей Кунченко Можно далее заходить В борьбу Ничего не происходит Приглашает Эдуарта Алексея к себе Да и вот здесь наверное Нужно уже поднимать Затягивается эпизод без активных действий Ну вот сейчас реферер отметил Что необходимо Алексею работать Иначе поднимут Эдуарта Время уходит Уже около минуты Вот в подобном положении Находится Алексей Кунченко Пытается обойти защиту Не получается Ну и вот все-таки вмешивается Кирилл Кац Бой! Минута Хороший силовой джеб От Алексея И теперь уже Эдуарта идет в борьбу Решил попробовать Решил попробовать Свои силы в этом аспекте Первым номером Но сразу же оказывается Но сразу же оказывается Заблокированным наносили Минута Призывает И потом еще удар И потом еще удар справа С другой Бородинских гостей Организациях Где разные правила Где-то Секундомер Завалится Вот за середину боя Где-то Должно пройти Два полных раунда То есть до гонга И третий должен начаться Ну а здесь у нас одна секунда Насколько я помню Что половина боя Действительно Ну вот Друзья В такой ситуации У бойца есть пять минут На восстановление Несмотря на время Проведенное в октагоне Да-да Пауза может длиться до пяти минут И затем еще Если согласиться Продолжить встречу Дуарте Сразу же будет гонка Еще одна минута Будет продолжать Но он решил выиграть время Возможно Дуарте Или же Луану объяснили Что он у контеста не будет Возможно 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 это тоже повлияло Да На его желание продолжать поединок Итак Судя по всему Пауза Отведенная регламентом На восстановление Заканчивается Но Не только в разных промоушенах Разные традиции и правила По поводу попадания в пахт Но и в разных видах спорта тоже Каждую субботу Мы показываем Тайский бокс Из Бангкока С легендарного стадиона Раджедам Нерн Кстати После окончания Данного поединка Можете у нас Вока Переключиться На другую карточку И там как раз Сейчас стартует Очередной Турнир Из Таиланда И там вообще Не обращают внимание На попадание в пахт С трефери просто Там Иногда он может потереть Там и поправить рукой Защитную раковину Что вызывает смех на трибунах Зачастую И да все Погнали вперед Никаких пахт в принципе Не предусмотрено Напоминаем дорогие друзья Что у нас есть Замечательный Телеграм-канал ОКММА Можете заходить Подписываться Там Публикуются Новости Расписание Наших трансляций А также Множество эксклюзивных Материалов В том числе Наш подкаст Око за око Различные интервью Так что подписывайтесь Там интересно Ну и совсем немного времени Остается до Главного турнира Этой осени 29 ноября Финал Professional Fighters League Несколько поединков Вообще Исключительно Российских Олег Попов И так далее И закончим второй раунд Да сразу Начинается перерыв Там же Шамиль Мусаев Против Магомеда Умалатова Ждем выступления Тимура Хиздриева Гаджира Баданова В общем Нельзя Конечно же Пропустить Такой турнир И по этому поводу Есть огромное количество Материалов В наших социальных сетях В том числе И в телеграм-канале И в нашем паблике Вконтакте Выходят эти интервью Не только Причем Это мнение бойцов Ну и По мнению Тренерского штаба В том числе Шамиль Абдуллаев Высковался Расул Магомеда Медалиев Внутри Повторы Второй раунд Конечно же Алексей Кутенко Забирает Как и первый И в третьем И в третьем отрезке Будет Совсем Сложно Повторяем Лан Дуарда Помогут Ли они ему Но с другой стороны Спортсмены Находятся В одинаковых условиях В этом отношении Алексей Кунченко Тоже Получил эту паузу Лоу-кик Вот Алексей Здесь же По корпусу И неплохая атака справа Уже от Дуарда Продолжает Поджимать Алексей Приближается Постепенно К сопернику Бэхо Здесь не получается Толком Замедленным Получился этот удар С вращения Вновь Слева по корпусу Неплохо Пока без борьбы И жестче стал работать Бразилец Да и лоу-кики Его судя по всему Оказывают разрушительное Воздействие На левую ногу Алексея Готово Готово Еще один удар Волос печени Готово Готово Застревать на средней дистанции Кученко конечно же не стоит Готово 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 Тут же назад Немного поехала Нога Но там возможно Просто какая-то жидкость была На настиле Хороший эпизод у Дуарта Сейчас продолжается Он осмелел Действует более напористо Чаще стал попадать Продолжает бить лоу-кики Ну а до этого и по корпусу Неплохо атаковал Кунченко Успел вернуться То есть тайминг неплохой у Алексея Но при этом много сил он не тратит Вот в таком поединке Вторая минута заканчивается Да, есть определенное, наверное, даже преимущество У Дуарта может быть Левый вразрез от Кунченко И сразу же Медл-кик Еще раз болтанул, образится Но если и было какое-то преимущество у Лана Оно прямо сейчас улетучилось Вновь небольшая пауза Ну вот так вот В скорости В таком темпе вообще переиграть Кунченко В третьем раунде будет очень сложно Дуарта ему надо взвинчивать темп Пол раунда осталось Ну и учитывая, что происходило в первых раундах В принципе, Алексей может этот раунд даже отдать И все равно спокойно выиграть бой Справа неплохо И вот здесь будет борьба Хороший перевод с трехватом ноги получается Алексея Можно поконтролировать соперника Можно побить Там застряла левая рука Но удается ее освободить Алексею Кунченко И на предпоследней минуте боя Позиция, которую мы уже наблюдали Алексей на ногах Дуарта на спине И сейчас Что будет происходить дальше Будет определяться Терпением Кирилла Каца Полминуты практически прошло Да, время работает на Алексея Кунченко И такое ощущение, что даже Лану Дуарта это устраивает Но такого быть не должно Так Минута с небольшим До конца встречи Двойками работает Алексей Кунченко Поджимает, заставляет соперника отступать И постепенно Приводит его в ситуацию Когда сетка за спиной Отступать уже некуда Но включается в свою очередь Дуарта И вот такой проход От бразильца Получается тейкдаун Но тут же Вновь оказывается на ногах Алексей Кунченко Полминуты Видно, что силы еще есть у Лана Дуарта Колено по Куарбасу Клинч Разворот Ну и здесь разобрался Алексей По большому счету Подрабатывает плечом И постепенно заканчивается Главный поединок сегодняшнего турнира Действительно По ранним Поям Алексея Всегда было видно Что он работает Как будто бы с запасом Здесь Кажется, что этого запаса Уже нет Но тем не менее Тех навыков И умений Которые есть у Алексея Должно быть достаточно Для победы Победы в главном поединке Сегодняшнего турнира Наверное, вопросы могут быть Только по третьему раунду И для сегодняшнего рождения Добро пожаловать в октагон Губернатор Хабаровского края Виктор Викторович Демешев Очень устал он Дуарте Ну, можно сказать В каком-то смысле Что мы сегодня с вами посмотрели Типичный поединок Алексея Кунченко Тактически Очень грамотно построенный Проведенный на удобной Для него дистанции В удобном темпе И безальтернативно Выигранный по очкам Но перед этим Был бой С Данилой Приказой И там был Просто Сущий фейерверк И там Алексей Действовал гораздо агрессивнее В первом раунде И потом выживал В третьем Может быть, может быть выговором Но AJ Метро Метро Дорогие господа, прежде чем будет озвучен судейский вердикт, аплодисменты обоим участникам главного боя. Итак, обратимся к судейским запискам. Первый судья 30-27, второй судья 30-27 и третий судья 29-28. Таким образом, единогласным решением судей одержал победу и стал обладателем Кубка губернатора Хабаровского края Алексей Кунченко! Поздравляем, Алексея Кунченко! Трудовая победа! И все-таки один из судей поставил 29-28, но тоже в пользу Алексея. И общее фото! Смотрим наиболее интересные моменты только что закончившегося поединка. Алексей уверенно забрал первый раунд. Но такая была немножко смущающая пауза во втором, но буквально за секунду. До окончания отрезка было попадание в пах. И эта пауза была в полной мере использована Луаном Дуарте, чтобы отдохнуть. Но, возможно, из-за этого мы увидели довольно динамичный третий раунд, который двое судей тоже посчитали в пользу Алексея Кунченко. Добро пожаловать в октагон пресс-этажа Багмеденской конторы Леон Никита Альпинский. А слово победителю, обладателю кубка, губернатора Хабаровского края Алексею Кунченко. Всем доброго вечера. Спасибо, что вы пришли поддержать своих спортсменов, что местные выступали. Надеюсь, вас порадовали своим выступлением, своим мастерством. Благодарю организаторов за такое мероприятие, что в таких отдаленных местах, как тяжело к вам попасть. Тяжелые полеты. Но очень классно здесь проводят. Меня удивило это. Очень грамотно организовано. Столько зрителей пришло, я не ожидал этого. Вам спасибо большое. И за вас, и за вас, зрители, держится весь спорт на вас. Благодарю вас. И организаторов благодарю, кто поддерживает этот весь спорт. Ваши аплодисменты! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова